Самолет 737-й Боинг, 8-й модели, помните, они два упали, потом их все переделали сразу с компьютерами и так далее. И сейчас они, в общем-то, считаются супернадежными. Так вот, такой супернадежный в России, пролетая из Домодедова в Сочи, все-таки вынужден был приземлиться в Саратове, потому что какие-то случились неполадки. В каком виде неполадки мы не знаем, но очень интересно, потому что это не старый самолет, если это 8-я модель. Ну, дети опять падают. Город Мурина, Ленинградская область, выпал ребенок. Знаете, я всегда вот в таких случаях вспоминаю две вещи. Ну, понятно, что битва на Курукшатре, и когда Кришну говорит, что они уже мертвы. Да, вот вчера мы с вами здесь сидели, обсуждали детишек, которые падают из окон. Эти детишки, которые вот сегодня выпали, они вчера были живы, а сегодня они уже мертвы. Я вот всегда вспоминаю случай из своей жизни. В 1985 году, в ноябре, ну, мы с институтом, с группами ходили в морг на вскрытие. И я учил в 16-й группе, моя жена училась в 17-й. Но случилось так, что 17-я группа пошла раньше нас. То есть, они сходили во вторник на вскрытие, там вскрывали какую-то женщину, пришли, такие восторженно рассказывают. А я сижу задумчиво, и моя жена спрашивает меня, а что ты такой задумчивый-то? А я, говорит, представляешь, что вот сегодня вы смотрели вскрытие, да? А в следующий вторник мы пойдем и будем смотреть. Там кого-то будут скрывать. Сейчас он еще пока живой. И всю неделю будет живой. Сейчас можно с ним пойти выпить водки, сыграть в шахматы, поговорить о чем-то. Но уже предрешено, что в следующий вторник мы придем, и судебно-медицинский эксперт Утехин при нас его вскроет. И, в общем-то, когда мы пришли, да, действительно, там вскрывали некого Федоса Колесникова, 66 лет. И он умер, когда продавал машину. Да, продал машину, что-то перехватило у него дыхание, и он скончался. И на тот момент он был жив, и вот это вот мне всегда не дает покоя. То есть, какая-то предопределенность. Так же с этими детишками, которые каждый день валятся. То есть, это можно остановить. Это можно остановить. Но, видите, никто не хочет это делать. Итак, вот 23... Это Москва, два года, второй этаж. Выпал из окна второго этажа. Мальчик, село Захарова Рязанской области. Два года, третий этаж. Калуга, третий этаж. Возраст неизвестен. Оренбург, два года, второй этаж. Переломы черепа, контузия мозга. И на Камчатке на пятилетнего мальчика упал шкаф. Ребенок госпитализирован с травмами. Обратите внимание, огромное количество всего там. Ну, понятно, старые шкафы, старые телевизоры падают на детей, убивают. Это тоже очень серьезная тема. Каждый день мы, ну, или почти каждый день получаем подобную информацию. Футбольные ворота, какие-то шкафы, телевизоры, качели. Да, и, конечно, сетки. Одинцова. На Можайском шоссе лось опять под машину попал. В коме 33-летний мужчина за рулем своей машиной Рено протаранил лося. Водителю оказана медицинская помощь. Два лося покончили с собой в поселок Терлёва, Санкт-Петербург. Вот это я вообще не понимаю, почему происходит. Вот посмотрите. Вот лоси приходят, залазят на забор и протыкаются, все гибнут. Посмотрите, они параллельно висят в одной и той же позе. И это происходит практически каждый день. Каждый день мы видим лося на заборе. Но самое интересное, вы обратите внимание, те лося, которые не погибли на заборе, там вот в детских учреждениях, они просто умирают. И нам не говорят, от чего. Но эти скажут, ну, все, они залезли на забор, умерли. А если бы они не залезли на забор, они не умерли? Вряд ли, мне кажется, они бы умерли. Но нам не говорят, от чего они умирают. Наверняка их тела вскрывают. В Ярославле, в Заводском районе, лось избил копытами бойцовского пса, который местная жительница выгуливала. Песик подошел к лосью, да, хотел с ним дружить. Тот его затоптал вообще, конечно, дико. Но нужно понимать, что лось очень опасен спереди. Во всех анекдотах лось бьет задними ногами. На самом деле это не происходит. Они у него короткие и неудобно ему бить. Поэтому он в основном воюет передними ногами, очень активно воюет. Поэтому лось весьма опасен. Слава, сюжет для триллера, что ты рассказываешь. Да у меня вся жизнь сюжет для триллера. Как мне сказала Александра в эфире, она говорит, вашей жизни хватит на сотни человеческих жизней. А я не сказал вслух, но подумал. И на сотню пожизненных заключений хватит. Поэтому, да, и на сотню жизней, и на сотню пожизненных. Ваши, да, ваши каналы говорят, вашей жизни хватит на сотню жизней. Я про себя отметил, но вслух не сказал. И на сотню пожизненных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!